Второе послание к Тимофею, 2 глава 20 по 26 стих В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные И одни в почетном, а другие в низком употреблении Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело Юношеские похоти убегай, одержись правдой, верой, любви, мира со всеми призывающими Господа чистого сердца От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем Учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников Не даст ли им Бог покаяния по знанию истины Чтобы они освободились от сети дьявола, который половил их в свою волю Помонимся? Дорогой Господь, милующий, любящий Я благодарю Тебя за то, что Ты, Господи, дал Слово нам, верил в нам И Духом Господи славим Твоим мы можем уникать Него, изучать Его, Господи Помоги правильно все понимать и применять Его в своей жизни, Господи Прошу Тебя, во Иисуса Христа Аминь Итак, Павел Обращается к Тимофею Павел оказался в Таких обстоятельствах, да, что он Физически не мог с ним рядом быть Он оказался в узах И Физически, да, он оказался в узах физически И интересная параллель такая Что Тимофей оказался в узах не физических, но в узах духовных И Павел это Хочет обратить на это внимание, да, он показывает это Тимофею И вот 20 стиха, да, он пишет ему, что В большом доме, да, то есть в церкви Есть сосуды не только золотые, но и серебряные Да, то есть есть люди, которые, ну, духовно сильны Ну, образованы, да, знают Слово, знают Истину Но есть и люди, которые отошли от Истины И, да, ведут, может быть, неблагочестивый образ жизни Греховный образ жизни И они могут как-то подстрекать Могут говорить слова какие-то Которые не должны говорить И Тимофей, да, то есть испытывает давление, да, этих людей И оказывается вот стесненных таких обстоятельств И он, видимо, в растерянности, да, есть люди, которые там Может быть и старше, может быть и младше И ему нужно наставлять их, да, вести И как быть? Павел ранее, да, упоминает здесь в 2 главе, да, в 8 стихе Помни Господа Иисуса Христа Да, несмотря на то, что будет происходить И вот с 20 по 21 стих, повторяю, да, то есть он говорит об этом, да, что в церкви могут быть такие люди И с 22 стиха он, и по 26 стих, он, в принципе, конкретно говорит, да, что нужно для этого делать Какие конкретные действия тебе нужно применять То есть, да, он сначала говорит, помни, да, Иисуса Христа Но, да, нужно что-то делать Нужно проявлять какие-то конкретные действия И здесь, да, то есть Особенность такая, что Павел, как вот, не говорит Коринфяну Что, да, вас Христос Или еще есть что Что вы суть живущего вас Духа Святого, да, то есть такие истины, да, они есть Но есть также, да, что ты должен что-то делать сам, да, не надеяться Что, ну, Дух когда-то в тебе там заговорит, Дух тебя поведет Но ты человек, ты взрослый, да, и ты должен действовать Так же, как и Христос, да, у Него земной путь, да, был, и он написан в четырех Евангелиях И так же у Христа были сложные обстоятельства И в первую очередь, да, особенно 25 стих Скротостью наставляет противников Не даст им Бог покаяния по знанию истины Да, Христос так же сталкивался с фарисеями Но Христос мудро отвечал им Да, где-то подходил от них, уклонялся Когда нужно было, да, в свое время это сделать И, да, у Христа было терпение Чтобы проявлять любовь к ближним своим К самым ближним, это были его ученики Которые какое-то время его не понимали То, что он говорил, да Но он скротостью и со смирением был с ними И учил их, так же, как Тимофей, да Он говорит, что, да, нужно учить их Не даст им Бог покаяния И главная мысль, да, вот такая Что нужно проявлять любовь и милость К ближнему, несмотря на состоятельство И, как здесь же, да, в 2-м послании Тимофея 3-й повесе на 2-й стихе Да будет совершен Божий человек Ко всякому доброму делу приготовленным Аминь Приветствую вас, братья Я всю жизнь думал, что я начну У меня первый проповедь в жизни И я всегда думал, что я начну со слов Весту, братья и сестры А я сейчас по-другому И, к тому же, кругу таких высокопоставленных людей Поэтому пусть Бог вас зовет Помолимся Великий Бог, благодарим Тебя за этот прекрасный день За прекрасную погоду За прекрасное место и людей, Господь За Твою истину, которую Ты дает, Господь Для того, чтобы мы ее познавали, Господь Благодарим Тебя за то, что мы можем сейчас Почитать Твое Слово, Господь И помоги нам не отклоняться от нее Вы советует этот день и всех слушающих Аминь Аминь Мы прочитали для этого стих 2 Тимофея 2 глава 20 по 26 стих Итак, главная тема данного отрывка Какими мы должны быть сосудом перед Богом И у нас есть такой пример Мы его прочитали И в начале первые 2 стиха Говорят нам о нескольких видах сосудов И их употреблении Дальше мы читаем Следующие 3 стиха Нам говорят, как стать Такими чистым Чистым сосудом Которым приводит пример И в конце 25-26 стих Говорят нам о том, как Бог хочет спасать Через нас и людей Будучи такими вот чистыми сосудами В контексте этой главы мы видим Что Павел наставляет Тимофея Говоря о том, как он должен нести служение Что говорить никому Он показывает, как Тимофей Может представить себя достойным Богу служением В нашем тексте Павел говорит о людях Сравнивая их с сосудами Мы все знаем, что есть сосуды Которые приносят на стол Которых просто хранят воду Ну и они как бы все хуже выглядят И их применяют в разных местах Они менее привлекательными И также Павел затронул такую вещь И говорит о внутренней частоте этих сосудов Это очень важно Если человек очистит себя То он будет употреблен Как сосуд почетному назначению Об этом говорит 21 стих Что именно такой человек будет благопотребован Дальше Павел рассказывает Как стать таким сосудом 22-24 стих И он конкретно приводит примеры Чтобы мы удалялись от похотей Юношеских убегали Держались правды, веры, любви, мира Со всем призывающим Господа От чистого сердца От глупых и невежественных состязаний уклонялись Зная, что они рождают ссоры Рабу же Господа не должно ссориться И я вот готовил проповедь И у меня вчера такой момент был Что у меня там подрезали на машине Я парковался И он как бы накричал на меня И стоять впереди И как бы я должен был вспомнить это Остановиться Я пошел к нему Ты что делаешь? И я уже хотел поссориться с ним Я вспомнил С Богом Ставил его Вспомнил Пошел все обратно И знаете, такая мысль Что мы как бы являясь христианами Мы вроде как христианин Все как бы хорошо Мы делаем И мы слышим людей Что нам нужно делать Кто-то один скажет одно делать Кто-то другой скажет другое делать Но истина Вот она Вот Библия нам дана Дана Библия И мы здесь конкретно читаем Чего мы должны держаться Чтобы быть такими чистыми сосудами И данный текст В конце 25-26 глава Указывает нам на то Как главная мысль Я сказал Каким мы должны быть сосудом Перед Богом Показывает Что Бог призывает нас С кротостью Наставлять противников Являясь такими сосудами Чтобы через нас Сла истина Которая дает покорение сердцу Потому что Не наши мысли Как мы уже третий день говорим Не наша какая-то философия Мы можем прочитать стихи А потом философствовать долго на них Красиво говоря Мудро говоря Но не наша Не наши слова Не наши какие-то Не наши звания Не наше место среди общества Не изменят И не приведут к покаянию людей Но Бог так и пишет С кротостью наставлять противников 25-й стих Не даст ли им Бог Покаяния к познанию истины Поэтому А это 4 минуты или 5? 4 минуты Все еще минуты Может не терапизм Такой Хорошо Еще раз Не даст ли им Бог покаяния И познание истины Потому что многие думают Что они через их слово Через их проповеди Люди каются И мне очень нравится Что мы здесь Учимся В свете одной главной мысли Что не мы А наше слово Через нас Мы являемся инструментами Чтобы они освободились от сети дьявола Который уловил их Свою волю Поэтому это наше предназначение Мы являемся именно инструментами А не словом живым Слово живое Вот оно Не телефон А слово Библия Поэтому Братья Применение такое Что Иногда мы забываем Что такое Вот мы вроде как Живем-живем Иногда забываем Что нужно делать Чему мы призваны Общая мысль Как бы остается Аминь И мы должны просто Иногда Смотреть всех И читать Так А юношеских хотеть Убегаю ли я? Аминь 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 Спасибо Братья Вы можете пройти Александр Здравит Аминь Вы можете пройти Напишите Пожалуйста Структуру Вашего текста И Главную мысль Хорошо Братья Несмотря на то Что мы Стараемся Отсырывать Все-таки Слово Божие Оно является Словом Божиим И оно не бывает Тщетным Что кослось Когда мы Слушали Проколи Братья Но вот Авелий Сказал Мы являемся Инструментами То есть Не наше дело Изменять людей А Бог То есть Мы должны делать То что мы делаем А Бог уже будет Менять То есть Не пытаться Самим Как кого-то Изменить Еще Пожалуйста Это слово Способно Принести К покаянию К спасению Оно имеет Огромную силу Но во многом Это будет зависеть От того Как мы будем Его преподавать Со спорами С давлением Или наоборот Скротостью И доверие Спасибо Вот сейчас Брат Проповедовал Упомянул В самом конце Как раз и пошел Убегаю ли я Этот вопрос Убегаю ли я Юношеских По хоккей И у меня сейчас Просто Вчерашний день Так раскрыли Верную тему И вот этот вопрос Наш Тоже было сказано То, что мы Всего лишь инструменты Да Очень как бы Ну такое О себе представление Да И как бы Такая мысль Я пришла Чтобы не быть Громче слова Быть кроткими Да А слово Своё действие Сделай Бог исполнит Вот дождем Вытие слова А мысль такая Что мы сосуды И должны быть Чистыми сосудами И у меня Пока Вот он сказал В тазуку У меня мысль такая Когда Кружки Допустим Фахара Или соль И если мы туда Наливаем Воду Она становится Сладким Или соленым Соответственно Итак Если у нас есть Какие-то примеси То слово Божье Которое в нас Входит Оно выходит Уже с примесями Вот поэтому Как бы Мы должны быть Чистыми Чтоб Слово Божье Которое в нас Войдет И мы Мы его Передали Кто эту мысль сказал Избраке Кто эту мысль сказал А Вот А Виль Говорит Да Чтоб наш сосуд Был чистый И вот Как бы у меня Мысль дальше Пошла немножко Красиво Еще есть Что-то добавить Да У Александра Понравилась мысль Тоже Можно укрывать Любовь и милость Несмотря на обстоятельства Какие у тебя Стеснения Не были Всегда Надо оставаться верным В милости В любви И через это Как раз Продолжение мысли Есть шанс Что они будут Возвращены к Богу А что Как вы считаете Бодя А что нам Помогает Независимо от обстоятельств Являть Божий образ Ведь это явно Какие-то испытания Для Тимофея были Тяжело Когда вокруг тебя Такое давление На тебя оказывается Еще и внутренние У него проблемы были Мы об этом говорили Что помогает Все-таки Оставаться Сосудом В Божьих руках Быть приветливым Ко всем Не ссориться С крутостью Приветливым Ко всем Кому Ко всем Помните Написано Вот эти люди Они же нечистые люди Что помогает Нам Оставаться В таком состоянии Крутости Смирения В Благодать Если наше сердце Бьется Вонюционным Сердцем Боли Тогда Вы можете Спокойно Приветствовать Всех И любить Ну как-то По-другому Сочувствовать Скажем так Когда ты Начинаешь Как бы Свои мысли Чувства Об этого Забывать Поднимаетесь Однажды Я учился В библиотерской школе И нам преподаватель Задал вопрос Поднимите руки У кого из вас Получается терпеть Джон Я такой же вопрос Хочу задать Поднимите руки У кого получается Не всегда Сейчас это всегда Он подняли руки По глупости А он потом говорит Вопрос С подохом И таких Не терпеть надо Братья А любить А любить надо Я это говорю К чему По сути дела По-человечески На самом деле Это вообще В принципе невозможно Это невозможно Когда на тебя Такие атаки Составные Нечестивые А ты должен С приветем С кровтостью Или ты броню Включаешь Как у нас говорят Либо ты Это делаешь От сердца А то что Если это броня Внутри Везде кипиш Но там делаешь И все такое И как бы Говоришь Это же ненормальное явление Сам Бог Делает нас способными Сам Бог Делает нас способными Если не Бог У нас вообще Нет никакой возможности Вообще Перспективы нет Реагировать с любовью С терпением С кротостью Наставлять противников Не ссориться У нас нет такой возможности У нас нет такой силы Мы конечно можем Ее имитировать иногда Но Бог смотрит Всегда на сердце Помните написано Что не завидует Что не гордится А любовь это что Бог Совокупность совершает Галатам 5.22 Глоб духа Это не наше У нас нет способности Любить По этой причине Если Дух Святой В нас действует Мы способны тогда Не завидовать Прощать Не гордиться Если Дух Святой Не действует А мы уже имеем Какой-то там Опыта Но мы вынуждены Имитировать Это Потому что мы понимаем Что ненормально Я уже 10 лет в церкви Я сейчас буду так себя вести Спасибо Да Я дальше пошел Немножко Тем не менее Того чего Я хотел дополнить Что нам помогает Как раз На примере Это по течению То есть Тех людей Которые Явили образец Своей жизнью Как Павел Подобудился А Тимофея Говорил Сынему То есть Нам тоже Очень часто Было Недостаточно Внимания Со стороны Старших Братьев Может быть Посоветовать Подсказать Что-то Витя Тимофея Он не распылял Апостол Не распылялся У него было Не много Учеником На самом деле Но он Каждого Вкладывал И были Результаты Как Иисус Можно Да Вот что Помогает Мне понравился Пример Авеля Личный С машиной Ведь Бог Да Он готов То есть Проявляться Но Вот это Связующее Потому что Одним Помогаем Другим Нет И вот Понравилось Что он Вроде Раз А потом Слово И он Стал послушан Когда Бог Действует То есть Послушание Слову Тоже Оно Дает Возможность Проявлять Бог Спасибо Последнее Запомнилось У Александра И как раз У Теемофея Который Духовный Вот этот Мысль У меня Ужило Что Ты не можешь Убежать И ты можешь Там Спасибо Я кстати Тоже Прямо Записал Потому что Хотел поделиться Новый Содельный Павел Физический Хуз Можно Духовный Тоже Скажу По поводу Графа Мне понравилось То что Он Ну Знаете Многие люди У них Первая Там Проблема И как бы Ну все Я там Не могу Там Ну что Говорить Про Бога Или работа А Павел Он находится В темнице И И И Помогает Не только Говорит Но и помогает Другим Людям Которые Тебя Это Космос Да Я удивляюсь Знаете Чему Знаете Есть такое Понятие Недоенная Корова Когда Допустим Мы приехали На конференцию Я Спикер Конференции Я приехал С братьями Они просто Приехали Наслаждаться За холодным Солом И Все Радуются Я напряжение Потому что Мне завтра Вот вам Проповедовать Я удивляюсь Как Кавель Ему нужно Сейчас Выходить Проповедовать А он Слушает Слово И наслаждается И какие-то Берет Молодец Учиться Надо Подоить Хорошо Спасибо Я бы Наверное На твоем месте Сидел бы И думал Так Что бы Меня не упустит Ты слушал Проповед А я думал Мне в своей Проповед Понравился Вот это Я кстати Тоже Неужели А я хотел На тебе Хорошо Спасибо Братья Слово Кослов Александр Я хотел задать Один простой вопрос Я задаю его Всегда И всем Одно слово О чем ты хотел Сказать В своей Проповедии Одно слово Одно слово Ты хотел Сказать Милость Вот это Твоя Нет 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 Это Закончилось Любовь и Милость Любовь Это прицепом А что именно Хотел ты сказать Для милости Другими словами Несмотря на поведение Кружающих людей Бог ожидает От нас Проявление Милости Примерно Вот это Тогда что В этой главной мысли Лишнее Все кроме милости И сразу Начинается Как определить Главную мысль Текст Есть требования Главной мысли Забегу вперед Милость Ближней Несмотря на обстоятельства Что значит Милость Ну как это Понять Как Человек Как Допустим Брат Может Или Сестра Выйти И Применить Этот Текст Что тут Не хватает Немножко Пояснение Главного Не хватает Какого Ну Проявляй Милость Проявление Проявляй Милость Ближней Своя Настоятельность Хорошо Когда Структура Сосоза Чистая И Нечистая И Дальше Действия И Практика Да Смотрите Братья Чей-то хлеб Сейчас заберут Я сегодня Не знаю Почему Но Вот мы Когда Текст Структурируем Смысловые блоки Что такое Структура Это Текст Когда мы Разбиваем На смысловые части То в этих Смысловых частях Есть ключевые Какие-то слова И между собой И эти ключевые слова Вот ты куда Игнули Главную мысль Что здесь Не хватает Милости Не хватает Точно Проявите Милости Да Слов Которые Были Главную мысль Да Смотрите Если мы правильно Определили Структурировали текст И нашли ключевые слова Там То однозначно Между собой Может они даже разные Но по смыслу Моим будет одинаковые И вот этот смысл Мы должны облечь Какое-то одно слово Которое будет Все их соединять Вот это В этом-то и задача Да Но это отдельная тема Как структурированный текст Но это очень важно Поэтому если мы правильно Ключевые слова В смысловых блоках Нашли Соединили И вот это слово Оно уйдет Главную мысль Здесь мы пока Не нашли Это Хорошо Хорошо Когда проповедовал Брат Александр Главная мысль у него Прозвучала Слышали Структуру Он нам О Христе он говорил Да А что он говорил О Христе Были сложные ситуации С парсиеми И как-то Рисус проходил Смотрите Помню Господь А у нас А у нас же О чем идет речь Ну заявлено По крайней мере О милости Значит Что должно быть О Христе Как он проиграл милость Конечно Совершенно верно Улавлики мы Как сделать пропасть Христоцентричной Мы берем ключевое слово Главной мысли Милость Благодать Служение Верность И так далее И сразу Связываемся Христом Берем какие-то Примеры Христа Где он проявлял Милость Кому он проявлял Милость Ну понятно Что Сотнику Сотнику Проявил милость Но что такое Милость Что милость Чем она Отличается От благословения Милость Это то что мы Заслужили А Бог нам не дает А благословение То что мы Не заслужили А Бог нам Напротив Дает Так вот Милость Это она Обычно Оказывается тем Которые ее Не заслужили Но то она и Милость Где Иисус Христос Проявлял Кому милость Иисус Христос Когда Андрей И кто-то Там пришли И сказали Мы хотим Вот эти Места И он говорит А вы можете Пить чашу Которую я буду пить А они говорят Можем В этот момент Он должен был Их и прав Он говорит Будете пить И он очень Спокойно Но досесть Зависит от того Кому уже Мином Ответил Обратился Спасибо Самаренко Вообще Мог с ней не говорить Не должен был Но он привел к ней Милость Говорил с ней И она пока Смотрите Чтобы нам Было действительно Не притянуто За уши Помните Как Киса Воробьянинов Пробрался С Сапом Идером На корабль И вот он там Сеетелем Присовал Да там Встал Кто Скажет Что Там Раз 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 И у нас бывает Ты вроде Проповедуешь А потом А Христа Ты не сказали Как бы раз И что-то Не в тему Мы Чтобы у нас Было красиво Чтобы Христос Был в тему Значит Что нужно Господи Прости Мы бы не ведут Что творят Смотрите Лучше Лучше Уже Уже упали В нужном направлении Кому проявлял Милость Тимофей Кому Должен Проявлять Милость Павел Проявлять Не милость Евангелие Вот Значит Когда мы говорим О милости Христа Мы должны Похожую ситуацию Понимаете Похожую Харисеи Были Лицемеры Самый лучший Будет пример Если Я себе Расскаж Как Господь Проявил Милость Ко мне Ну Это Будет Хороший Пример Но Лучше Будет Если Мы Христос Смотрим Я Сейчас Показываю На примере Как Христа Представить Братья Мы Посмотрели Здесь Милость К этим Людям Которые Члены Церкви Которые Ведут Себя Нехорошо Ты Будь Приветлив К ним С кротостью Их Наставляй И В нашем Случа Ученики Конечно Посмотрите Как себя Повел Петр А он Как Он Милостям Скажите Петру Милость Заслужил Петр Ну Примерно Так Хорошо К чему Призвал Нас Александр Он Призвал К чему Или Не успел Не успел Ну Хорошо Прочитайте К чему Ты Хотел Призвать Ну Что Так Да Как Сколько Давлений Происходит Ну Вот Уже Смотрите Это Нормальное Хорошее Применение Потому Что Применение Должно Помните Мы Говорили Что Иисус Христос И Применение Они Напрямую Проистекают С главной Мыслью С главной Мыслью Причем С ключевого Слова Просто Запомните Это Очень Просто Хорошо Спасибо Александр За Труд Я Понял Что Ты Приготовился Хотя Мысль Не Мельнула Но Поседи Судит Пока Нехал Свои То Есть Правильная Структура Будет Так Что Главная Мысль Происходит От Структура Текста А Уже Применение Христосин Стричности Истекает Из Главной Мысли Занятие Будет Занятие Хорошее Как Мы Будем Структурируйте И Главную Мысль Определять Не Ожидаем Отку Итак Авель О чем Ты хотел Сказать Свои Которые Каким Мы Должны Дать Сосудом Ты Хотел Сказать О сосудах О Наш То есть Дорогие Братья Я Сегодня Буду Проказывать О сосудах О нас О нас О нас Это Сосуды Нормально О сосудах Хорошо Подчеркиваем А что Именно Ты Хотел Сказать О сосудах Ты что Хотел Сказать Какие Бывают Помки Забегая Вперед Мы Сейчас Будем Еще Раз Третий Раз Говорю Что Мы Будем Проходить Сессию Как Приняк Главную Мысль И Там Будет Вопрос Главная Мысль Должна Содержать Неприходящую Истину Какая Здесь Истина Мы Видим Неприходящая Здесь Вопрос Вот А там Должна Быть Удверждение Удверждение Чтобы человек Кто ее Провозгласил Человек Вышел Я понял Бог Моему Сердцу Через Авеля Сказал Я должен Быть Таким Каждый Христианин Должен Чисто Созудом Перевога Ну Примерно Вариант Но Должна Быть Истина Хорошо Классика Видите Да Через Нас Через Сосуд Здесь Ты Конечно Постарался Хорошо В контексте Он нас Плел Глодку Он нас Посадил Трещи Мы Клабане Отправились Кто из вас Помнит Контекст Ты Знаешь Понимаешь Что такое Контекст То Что было До После Есть Контекст Литературный Это То Что Выше Ниже Нашего Текста Предыдущая Глава Верхние Стихи Нижние Исторический Контекст Вес Книги Может быть Это Когда В это Время Кто Такой Был Тимофей Какие У них Взаимосвязи Были С апостолом Павлом Это Контекст Ты Уже Вводишь Людей Ты Рассказываешь В каких Обстояциях Оказался Апостол Павел Кстати Саша Хороший Пример Прил Что Павел В тюрьме В вузах А Тимофей На свободе Но В других Вузах Это Тоже Контекст Свообразный Красиво Ну ты понял Что Контекст У тебя Недостаточно Я бы я ждал Хорошо Хорошо Христе Братья Что вы услышали Сказал ли Авель О Христе Что Христос И Его Слово Спасает людей Да А что должно быть На основании Мы же говорим Что Как сделать Христоцентричный Христос был Сосудом Совершенно верно Видишь Уловил Брата То есть Если мы говорим О сосудах О нас с вами То как связаться Христом Он был Сосудом В помке Молитва О Иисуса Христа Иван Гатриана Семас Голом Четвертости Я прославил Тебя на земле Совершил Дело Которое Ты поручил Мне Иисус Он был Сосудом Который Бог Никакой Самодель Все дело Так Не моя Воле Вот это Вот в этом Смысле Мы могли бы Здесь Христа И представить Хорошо А применение Какое Вы услышали Было оно Вообще Я тут Побежал 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 Надо кстати Есть предложение Веревку Нам К ноге Привязать Один Хранитель Времени Дальше Второй Который Вытягивали Пять минут Применение Какое Было Оно Было Вообще Не успел Не успел Не успел Ну я начал Свой пример Привел Как применение Хорошо Какое Чтобы смотреть Вот на этот пример И быть похожим на этот пример Который Пишется в слове Я привел свой пример И в конце Спасибо Спасибо Ну если Значит ты призвал нас быть Сосудами угодными Богу Да То есть Нормально Хорошо Спасибо Итак Братья На ваш взгляд Смотрите Здесь сосуды Здесь милость По сути дела Сосуды милости Да Можно конечно Связать На ваш взгляд Какое Более подходя Подходит Под наш текст Второй Тимофея 2.20.26 Какая главная Ну если ее подработать Ну давайте Что здесь лишнее Что Мы здесь говорили Что лишнее Первое Первое слово Каким Это знак Ты уже сам говоришь Что убираем Да Мы должны быть Сосудом Каким сосудом Чистым То есть Мы что-то убрали Что-то добавили Что-то добавили Да Слово чистым Ну мы Здесь нужно будет определить Да Объяснять Может быть Так скажем А если например Другое слово Ужить Угодным Угодным Более подходящим Объявляем из текста Ну и Получается что Если я задаю тебе вопрос Ты хочешь о чем говорить О сосудах А что ты хочешь говорить Нет Бог ожидает Что мы должны быть угодными Сосудами Да Например Примерно так Какое на важное поле Так скажем Точнее Оба Разотонилась Но мысли По сути дела Все двигались В нужном направлении Да Вы согласны? И этот И Саша Если говорить о главной мысли То главная мысль Лучше выражена у Ави Именно о главной мысли Просто Сама Милости Нет текста Хорошо Ну давайте теперь О чем вообще Этот текст Нет Все таки Оставили Попробуйте Мы с вами Размышляем Посмотрим Какую взаимосвязь Можно провести С какой главой Третий Ну каким должен быть Служитель Божий В отношении тех людей Которые там Противятся Он должен Вкруто все их наставлять Поэтому Мне кажется А какая взаимосвязь С третьей главой Сейчас Давид я вижу С первого По девятой стихи Мы видим Что здесь Описывается Нечесть этих людей Прям Ужас какой-то Взаимосвязь Какую мы можем провести Их очень много И ты должен правильно На них реагировать Взаимосвязь с чем? С третьей главой С первой по девятой стихи А вот Наш текст А Наш текст Взаимосвязан Ну во-первых Сосуды Нечистые Там описываются Они Получаются Ну вот представьте Да Я пошел в армию Меня провожает Папа Который Там Двадцать лет назад Сам услужил Там Или два Сынок Ты идешь В российскую Армию Должен знать Что До свидания Субтитры